Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? Сид Рот более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в программе «Это сверхъестественно». Здравствуйте, с вами Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все сверхъестественное естественным. Мой гость говорит, что сатана может умолкнуть навсегда. Кому-то это интересно. Думаю, что это важная тема для этих последних дней. Говоря с Кайлом Винклером, трудно поверить, что он был застенчивым, робким и нелюдимым. Но в 16 лет все изменилось абсолютно. Кайл, скажите, насколько вы были застенчивы? Ведь, в принципе, все страдают в юности таким недостатком. Сид, я был невероятно застенчив. И в саду, и в первом классе я так стеснялся, что мне приписали проблемы с чтением. Меня перевели в особую группу помощи детям с проблемами в чтении. Я пошел туда, и оказалось, что я прекрасно читаю. Но я так стеснялся, что меня вызывали читать, а я застывал на месте. Я очень стеснялся говорить вслух. Конечно же, это мешало мне заводить друзей. Мешало заниматься спортом. Буквально во всем мне доставляло это массу неудобств. Я стал отверженным изгоем. Это преследовало меня многие и многие годы. Мне было очень трудно. Однако в 16 лет все изменилось. Что произошло? Я получил новое для меня откровение об Иисусе. Я, наконец, понял, что Иисус живой. Я, наконец, понял, что Иисус силен, и Он силен в моей жизни. В этот момент меня наполнил Дух Святой, и вместе с Ним храбрость. Написано, когда учеников наполнил Дух Святой, они заговорили с дерзновением. Меня наполнило невероятное присутствие Бога. И пришла смелость. То, что меня удерживало раньше, просто ушло. С тех пор я ищу возможности говорить с людьми и делиться тем посланием, которое меня освободило. Это удивительное переживание, которое было у меня в возрасте 18 лет. Кайл стал динамичным спикером и трудился для одной из крупнейших церквей в Соединенных Штатах Америки в прекрасном служении. Затем он решил, что Бог ведет его к собственному служению. Но стоило ему начать. Угадайте, что произошло, или точнее сказать, что пришло. Пришла, атака, заговорил дьявол и чуть не лишил Кайла его судьбы. Как это было? Однажды я проснулся от того, что в меня будто летят раскаленные стрелы. Это была сильная атака. Целую неделю я слышал над плечом раздражающий голос. Стоило мне проснуться, как я слышал шепот и различные обвинения. Это было настолько реально. Это были не просто мимолетные мысли. Это была демоническая атака на всю мою жизнь. Первый раз шепот произнес, что же ты наделал? Что же ты такое наделал? Он напоминал мне каждый грех, который я совершал в жизни. Вплоть до малейших, самых мельчайших. Четыре года я стащил шоколадку в магазине сладостей. Однажды отбил нападающему мяч на соседнее поле безо всякой на то причины. Дьявол напомнил мне обо всех грехах, независимо от их давности и масштаба. Потом он сказал, Бог не может использовать тебя. Не может. Ты слишком грязный. Ты слишком грешен. Тебя нельзя использовать в служении Богу. Его сила не сможет творить чудеса через тебя. Это была целая неделя духовного сражения. Напоследок он открыл последнюю часть своего гнусного плана и как-то заявил мне, закончи все свои дела. А я ведь только начал свое служение. Я поверил, ведь он напомнил мне обо всех. Моих грехах? Как вы ему поверили? Я начал считать, что меня нельзя использовать в служении. Действительно, нельзя. Я слишком грязный и слишком грешный. По крайней мере, именно так я думал на тот момент. Знаете, если бы Кайл не получил откровения, он мог бы лишиться своей судьбы. Многие из вас лишаются своей судьбы. И все только из-за того, что вы позволяете дьяволу обвинять вас. И что дальше? Бог не оставляет нас в отчаянии. Он приходит к нам со своей праведностью. На той же неделе, когда жестокая демоническая атака хотела со мной покончить, я внезапно увидел в Писании стих, которого не видел раньше. В нем говорилось, смотрите, вот Агнец Божий, который берет грех мира. Первое слово. Смотрите в глубоком откровении. Я сразу мысленно перенесся ко кресту. Я оказался у его подножия и смотрел на руки, распростертые на толстой, неотесанной перекладине. Я просто стоял и смотрел на Иисуса. Я видел его избитые, до невозможности израненное тело. Именно об этом говорил Исаия. Он был обезображен больше всякого человека. Я видел еще один стих. Там сказано, не знавшего греха, он сделал для нас жертвою за грех. Я увидел все страхи моего детства, все свои грехи, когда я стоял и смотрел на длинные терновые шипы, вдавленные в его израненный лоб. И вот внезапно я ощутил и понял, что вся эта жертва, все эти страдания были перенесены за меня. Вы прежде любили Иисуса? Я и прежде любил Иисуса. Но! Но! Я не замечал креста. Я учился в семинарии на профессионального служителя и искал суперсенсации, новых откровений. Но Господь вернул меня к Своему плану, показав, что Он Агнец, закланный прежде создания мира. Божий план — это крест, и мне нужно было его увидеть. Я видел кровь, которая текла из его израненного тела. Я видел римского солдата, который бичевал безгрешное тело Иисуса. Захария пророчествовал об этом дне. Они возряд на Него, которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Увидев Иисуса со всеми Его ранами, я упал на пол в своей комнате и долго-долго рыдал. Я продолжал и продолжал, рыдал. Мой грех стал крайне греховным. Я плакал навзрыд. Мой ковер был мокрым от слез. Я понял, что я сделал Иисусу, и что это сделал именно я. Но Бог не отворачивается от меня. Он хочет привести нас к Себе и к Своей победе. Интеллектом вы понимаете, о чем говорит Кайл? Но это откровение. Это откровение глубоко. Поселится в вас, и никакой дьявол не сможет вас больше мучить. Уж поверьте Кайлу. Мы вернемся и узнаем, что за ключ заставит сатану замолчать навсегда. Не уходите далеко. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Мой муж начал смотреть вашу программу около года назад. Я сопротивлялась этому, но начала видеть большие перемены в его поведении и речи, и разительные перемены в нем самом. Я никогда такого не видела, хотя мы ходили в церковь больше четырех лет. Господь наполнил моего мужа таким голодом и жаждой по нему. Я тоже этого захотела. И мы оба решили смотреть все выпуски вашей программы. Мы купили все материалы вашего служения, и наши отношения с Богом сверхъестественно укрепились. Ваше служение полностью преобразило и нас, и наш брак. Спасибо вам, Сид. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Это сверхъестественно. Кайл получил глубокое откровение до того момента. Он знал об этом разумом, но затем, увидев, что для него сделал Иисус, он стал рыдать, рыдать, плакать снова. Затем Бог сказал вам что-то сделать. Когда я рыдал на полу своей гостиной, дух вдруг начал мне служить. Он сказал, «Встань с пола, возьми лист бумаги и напиши список своих ошибок». О таком рукописании сказано в послании к Алуссенам, 2 главе, 14 стихе. Несколько минут я подробно записывал свои ошибки. Я писал то, с чем так и не справился, и то, с чем справился не до конца, потому что это тяготило меня. И дьявол обвинял и мучил меня. Я составил список своих грехов, и он очень напоминал ордер на арест. Когда я закончил, Дух Святой сказал мне, «А теперь нарисуй на бумаге крест и напиши кровь». Нарисуй крест и напиши кровь. Около 10 минут я рисовал на этой бумаге. Я рисовал крест и писал кровь. Рисовал крест и писал кровь, пока весь лист не был покрыт теми двумя вещами, которые покрывают ваши грехи. Это крест Иисуса Христа и кровь, которая на нем пролилась. Затем Дух сказал, «Все покрыто крестом и кровью. Теперь порви эту бумагу на клочки в знак того, что я отдалил от себя твой грех так, как далеко восток от запада». В этот момент меня наполнила такая смелость. Я услышал, как Иисус произнес для всего творения те слова, что Он сказал на кресте. «Совершилось». Хочу сказать тем, кто смотрит нас сегодня, «Совершилось». Две тысячи лет назад, умирая на кресте за ваши грехи, Иисус сказал о вашей жизни, «Совершилось». С рабством греха однозначно покончено. С виной и осуждением также покончено. С вопросом, «Любит ли меня Бог?» Также покончено, когда вы приходите к Иисусу. Я услышал это о себе. Поднявшись с ковра, я ощутил, будто воскрес в тот день. Что за ключ заставит сатану замолчать навсегда? Ключ — это план. И этот план — крест. Вот и весь ключ. Крест — это то место, где Бог забирает все орудия. Дьявола для вашего уничтожения. Всю вину, весь стыд и превращает их в иные вещи. Иисус умеет превращать. Он превращает все это в орудие против самого дьявола. Крест — это то место, где Бог берет зло и обращает его в добро. Это и есть ключ к победе вашей жизни. Продолжим о кресте. Вы сказали, что каждый стоит на перекрестке смерти. Это правда. Бог сказал мне, «Ты стоишь на перекрестке. Иди либо к петле, либо к гвоздям. Иди либо к повешению, либо к распятию. В любом случае придется умереть». Это было откровение. Придется умереть? Сатана хотел повести меня как Иуду по пути вины, осуждения и обвинений в моих грехах, чтобы повесить меня. Но с той же самой виной и стыдом я мог пойти по Виа Долороса, дороге Креста, чтобы увидеть Иисуса, распятого на кресте, и увидеть все это на нем. В любом случае придется умереть. Это будет смерть моего голоса, моей судьбы, моего служения, или это будет смерть моей плоти. Но так я смогу отдать Иисусу свой характер и обрести его безгрешный, совершенный, святой и праведный характер. Каждый человек стоит на этом перекрестке смерти. Либо это смерть вашей судьбы, либо смерть вашей плоти, чтобы обрести в жизни Божию судьбу. У вас было откровение о сценарии сатаны. Представьте, что вы играете в футбол, точно зная, что будет делать другая команда. Кайл выяснил именно это. Он разузнал стратегию, что вы видели. Как говорил Павел, нужно понимать тактику сатаны, чтобы он нас не перехитрил. Бог показал мне ее для того, чтобы я делился и учил этому, и люди обретяли свободу. Первое. Дьявол не выдумщик, и он предсказуем. С каждым человеком он делает одно и то же. Первое, что он делает, говорит ложь. Он говорил ложь Еве в Эдеме. Подлинно ли сказал Бог? Он хотел, чтобы она усомнилась в слове Бога. Следующий шаг — обвинить. Что сделали Адам и Ева, взяв плод у сатаны? Они погрузились в переживания, в тех самых кустах, над которыми им была дана власть. А затем вина приводит к стыду. Вина — это чувство, что я что-то сделал не так, и теперь мне плохо. Стыд же, говорит, значит, я такой. Когда я был моложе, я чувствовал отверженность, и она переросла в стыд, который говорил, что я отверженный. Кто-то ощущает депрессию и думает, да, я в депрессии, или чувствует себя плохо, и говорит, я болею. Это и есть план дьявола. Последняя глава в его пьесе. Библия говорит, что для христиан все старое прошло. Внимание, теперь все новое. Вот ваша личность во Христе. Ваша личность во Иисусе Христе в том, что теперь все новое. Старое прошло. И Иисус пришел, чтобы вы имели новую и правильную жизнь, как будто прошлого никогда не было. Ну и если дьявол не удержит вас от шанса спастись, он хочет помешать вам жить в спасении. Вот таков его план. Над кем-то сейчас, будто загорелась лампочка, вы становитесь свободным. Мы вернемся и узнаем еще несколько ключей к тому, чтобы дьявол замолчал навсегда. Это сверхъестественно. Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Во время пребывания в больнице из-за воспаления легких у моего 71-летнего брата по причине заражения крови перестали функционировать почки. Была даже остановка сердца. Его реанимировали и перевели на искусственную вентиляцию легких. Почти сразу же после этого я услышала, как Рикардо Санчес в вашей программе пел песню «Это еще не конец». Вы много раз показывали о том, как люди исцелялись, в том числе о женщине с кислородной маской на лице. Я почему-то знала, что так будет и у моего брата. Я кратко помолилась за его исцеление, и песня «Это еще не конец» воплотилась в его жизни. Он смог дышать самостоятельно, уже без аппарата. Это было самое настоящее чудо. Слава Богу! Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпэде или на вашем любимом планшете. Эти программы станут инструментом, который поможет вам стать нормальными, но нормальными в библейском понимании этого слова. Так что присоединяйтесь к нам на нашем сайте. Там вы сможете посмотреть специальные трансляции служения и наставничества, передаваемые из нашего медиа-центра, находящегося в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, в которых участвуют лучшие учителя с самыми разнообразными дарами Святого Духа. ISN — это средство, которое сделает вас нормальными, нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном, так, как никогда ранее. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Многие из нас могут говорить о чудесах, произошедших в их жизни. Сверхъестественное рядом с нами. У меня в пояснице не было диска, и когда я смотрел программу, Сид сказал, «Бог исцеляет чью-то спину». Я мгновенно понял, что я исцелен. Я даже стал выше на 2 сантиметра. Спасибо, Иисус. Если вы хоть раз соприкоснулись со сверхъестественным, присылайте ваши письма на наш сайт сидрот.орг. Это сверхъестественное. Кайл, мне нравятся ваши слова. Духовная война — это не схватка с сатаной, который и так побежден. Это жизнь в победе того, кто победил сатану. «Мы не там делали ударение, скажу я вам». Все верно. Мы думаем, что нужно облачиться и воевать с дьяволом. Но дьявол уже был побежден на кресте Иисуса Христа. Мне пришлось найти в Писании то, как Иисус отражал атаки дьявола в своей жизни. И я кое-что понял. «А мне нравится! Пора дать дьяволу ответ! Не вечно ему царствовать на этой земле!» Бог показал мне это, чтобы я делился с людьми. И это отличный способ Иисуса, которым он отражал нападки дьявола в пустыне. В третьей главе Матфея Иисус крестился, и вдруг небеса открылись. И Бог сказал, «Это мой возлюбленный Сын, в Котором мое благоволение». Это первое место в Писании, где Отец прилюдно высказывается о личности Иисуса. В четвертой главе Иисус идет в пустыню. Он голоден. С какими словами подходит Искуситель? Он заставляет Иисуса усомниться в словах Отца. Сатана говорит, «Если ты Божий Сын». Иисус не поддался, и нам не нужно поддаваться. Иисус использовал силу сказанного Слова Божьего, чтобы ответить Сатане. Иисус сказал, «Написано!» И использовал подходящее место Писания, «Чтобы дьявол со всей своей ложью замолчал». Понимаете, Отец лжи не имеет силы там, где есть истина Отца. Но я увидел, что Сатана не нашел, что ответить. Иисус поступал так же еще два раза. «Написано, что Сатана отошел, и пришли ангелы и служили Иисусу». Я начал делать то же самое. Когда вы говорите «Божье Слово», это вынимает гвозди из Христа Иисуса Христа и пригвождает всю ложь, прежде чем она проникнет в ваш разум. Это лишает ложь всякого влияния. Вы обезоруживаете своего врага. Помолитесь, пожалуйста, за наш народ. Знаете, сейчас Бог говорит вам, что вы — это не ваше прошлое. Вы — это не ваши чувства. Вы — не то, что сказали о вас другие. Ваша реальность — это Божье Слово. Он говорит, что благодаря Его крови, Его кресту, Он объявляет вас праведными, принятыми, чистыми, святыми, избранными и любимыми. Вы обретаете личность Христа и можете выглядеть как Он, потому что вы покрыты им. Сейчас пойдемте туда, где был я. Представьте себя у креста и увидите кровь Иисуса Христа, которая разбивает все оковы и покрывает вас с головы до пят. Увидите, как она покрывает вас. Ничто не останется непокрытым. Увидите, как ДНК личности Иисуса покрывает вас прямо сейчас. И теперь я прошу вас сказать громко, «Покрой меня, Иисус!» «Покрой меня, Иисус!» Увидите это. Я верю, что сейчас разрушаются прежние личности. Прошлое людей разрушается. Депрессия рушится. Прямо сейчас кровью Иисуса Христа разрушаются симптомы. К вам приходит новая личность, совершенная личность Иисуса. Эту личность дьявол обвинить не сможет, потому что это уже не вы. Это Иисус, в Котором нет греха. Услышьте, как Иисус говорит о вас сейчас. Совершилось. Свершилось! И я говорю вам, это совершилось! Бог говорит в книге Иеремии, 31 главе, «Это новый завет. Я больше не вспомню твоих грехов. Живите в свободе и в радости!» В программе «Это сверхъестественно» Сид провозгласил слова исцеления. «У меня болело бедро, поэтому я сказала, а как же мое бедро, Господь?» Когда я указала на то место, которое болело, Сид сказал что-то вроде «Подождите минуточку». Бог только что показал мне, что Он исцеляет чье-то бедро. Мое бедро было мгновенно исцелено. Хвала Богу! Мое сердце было разбито, я потеряла работу и получала пособия по безработице. Но, Сид, в результате просмотра ваших телепрограмм и изучения ваших ежемесячных учебных DVD, я начала только радоваться, и Бог начал отвращать проклятия с моих финансов. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю.